как вы догадались из названия видео это топ советов для ветеранов red dead онлайн новичкам я думаю это видео не зайдет так как они не поймут определенную часть этого контента но набив руку в этой игре им и это видео будет также полезно для них есть видео на моем канале советы новичкам подписываемся на канал ставим лайки с вами готика и сократ ну а начать хотелось бы конечно же с нашего дискорда в обязательно врывайтесь туда помощь новичкам контент для старичков эндгейм проводим турниры проводим дуэли соревнования друг с другом и не только удобные разделения ралли можно обратиться к каждому из администраторов лично диалоги либо в голосе неважно помогут каждый отвечает за какую-то определенную тематику пве контента там торговцы охотники пвп контента и так далее так далее то есть отзывчивая администрация помощь новичкам конкурсы для старичков в общем все кайфушечка ссылка в описании на наш супер-пупер дискорд совет 1 расположите хижину в бою nva это рядом с сэнди не для того чтобы была самая безопасная доставка самогона то есть самый короткий путь будет это раз во вторых он будет без всяких гор и так далее так далее то есть разбить товар сводится к нулю соответственно за счет этого и для того чтобы быстро прокачать роль тут же у нас будет совет номер два выбираете самую низкую доставку то есть 30 минут точнее самую низкую скорость создание браги 30 минут тем самым вы будете получать абсолютно тот же опыт который вы бы получали из-за 60 минут здесь разницы вообще никакой важная информация для самогонщиков если разбить хотя бы одну бутылку то цена самогонного предприятия итогово падает на 50 долларов каждая последующая уже менее градация то есть еще одна бутылка это минус 20 минус 15 минус 10 минус 5 и так далее так далее если довести всего одну бутылку вы получите 50 долларов то бишь вы окупите только брагу дополнительно сюда впишем советы для ветеранов это если кто крадет телеги если вы сопрете целую телегу вы и все ваша party каждый члены вашего party получит по 50 материалов причем здесь неважно какая телега большая маленькая средняя просто украли довезли получили по 50 материалов если разбить телегу вы получите по 10 материалов за один мешок с маленькой телеге падает один мешок со средней два с большой миш 4 мешка то есть разбивать маленькую телегу и таскать один мешок вообще бесполезная трата времени да и фана потому что маленький телеги как правило привозят новички и убивать их это просто за шквар интересно наблюдение для ветеранов это будет укрытие именно поиск укрытий на большое расстояние через кусты пули не пролетают то есть они застревают где-то в текстуре также это касается и домов то есть если в домах есть отверстие вы находитесь вплотную к стене вы можете наносить урон по вам урон проходить вообще не будет то есть со стороны того кто по вам стреляют у него бы казаться что он стреляет в стену здесь же самый интересный момент если вы используете лук и раскрасть в черное ставите метку на голову допустим вам не надо выходить из-за укрытия или за дерево то есть вы ставите метки находясь в укрытии если вы возьмете какое-то оружие допустим пистолет или ланкастер к примеру вам надо видеть цель то есть высунуться из-за дерева из-за укрытия чтобы поставить метку с луком этого делать не надо также если на вашу телегу кто-то напал кто-то напал и не успел ее захватить не успел то есть он ее не сел а вы чувствуете что перевес не вашу сторону допустим вас двое их 7 то вы можете просто альтануться из игры и тем самым вы сохраните свои ресурсы и просто заново запустите телегу обидно потратить время но еще обиднее потратить непосредственно все ресурсы на моем канале есть видео как отключить людей с автонаводкой чтобы они не попадали с вами в сессию если вы это сделаете вы будете получать дополнительно 20 очков опыта за каждое убийство неважно кого ботов и так далее так далее система будет воспринимать как наведение со свободным прицелом это поощряет этим игроков также интересный момент с перезаходом в игру если у товар крипса припаса вы больше не возите телеги мешки не таскайте а тратите по 20 долларов вы ожидаете когда этот припасы придут время ожидания может быть до 30 минут для того чтобы этого не было просто выйдите из игры не сменитесь а именно выйдите из игры зайдите по новой и товары будут доставлены это касается именно только крипса если вы сделаете охотника за головами легендарного выйти из игры там кулдаун также будет мин также будет час и проблема в том что раньше кулдаун распространялся только на лидера пати сейчас распространяется на всех кто находится в пати то есть вас условно 4 человека вы запустили бориса мишку и в итоге у всех четверых будет кулдаун в час чем это связано не знаю интересный момент для тех кто любит грабить тележки в карте на карте валентайне если вы находитесь в валентайне телеги вражеские будут видны по всей карте как это работает есть баг когда разбивают телегу мешки телепортируется в валентайн и мне кажется что это связано с тем что когда вы находитесь в валентайне телега отмечается как будто она находится рядом с вами но она могут находиться хоть в тамбл вилле то То есть человек запускает в пустыне, вы находитесь в Валентайне, и вы уже видите, где телега и куда она едет. Телепортневшись ближе, вы поймете, что вы потеряли ее из виду. Но на самом деле это не так, она существует. И этот совет больше для тех, кто любит PvP, фармить чужие телеги. Просто прыгайте по сессиям, и находясь в Валентайне, вы будете видеть, где ближайшая телега. Здесь же есть проблема. Если вы прыгаете в свободную сессию, то есть нажимаете Escape, сеть, свободный режим, и попадаете в сессию, где идет бесконечная загрузка, здесь поможет только выход из игры. Тут совет такой, прыгайте на друзей, тогда бесконечной загрузки у вас не будет. По поводу порчи оружия. Вот тут интересный момент, мои наблюдения показали, что оружие портится не только, когда вы стреляете, но и влияет на погодные условия, и также, где вы находитесь. Если вы находитесь в болотах, в грязи, и оружие у вас в кобуре, то это не имеет никакого значения, оно все равно будет портиться. Влияет на сохранность оружия только обмотка, которую можно поставить на винтовки и так далее, и так далее. К сожалению, механика игры никак это не предусмотрена. Кстати, патронтаж никак не влияет на количество патронов, которые с собой можете таскать. Это всего лишь визуал. Интересный момент с пистолетом Лима. У него очень долгая перезарядка. Вы отстреляли 9 патронов, отстреляли дробовик, после чего начинается перезарядка. Для того, чтобы избежать перезарядки и не перезаряжать оружие, смените его на то оружие, которое у вас находится на плече. Допустим, ну там, каркану или ланкастер. Не важно. Постреляйте из него и перезарядите его. После чего вы можете доставать пистолет, и они уже будут автоматически перезаряжены. Вот такие советы новичкам. Если вам оно понравилось, понравилось обязательно, напишите комментарий, поставьте палец кверху, потеребонькайте легенький колокольчик. И тогда я буду знать, что вам эта тема заходит. И, безусловно, мы будем подбирать для вас еще какие-то советы от ветеранов к ветеранам. Обязательно подписывайтесь на канал. Вступайте в наш Дискорд, своя Блокотика и Сократ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!